Средняя школа номер 2 была основана в 1945 году и первоначально располагалась по улице Ленина в одноэтажном здании. В 1975 она сменила прописку и по сегодняшний день находится в микрорайоне Дубровка, но переименована в гимназию номер 5. Уже тогда она получила статус учебного заведения с углубленным изучением испанского языка. Галина Ануфриева – преподаватель с 30-летним стажем. Она воспитала не одно поколение испаноговорящих детей и может найти подход к любому ребенку. Наверное, влюбить в себя и влюбить в свой предмет, наверное, это ключи успеха. Потом подружиться с ребятами, проводить с ними много времени и сделать так, чтобы учеба давалась легко и просто. За свою педагогическую деятельность Галина Ануфриева подготовила десятки победителей городских, областных и республиканских олимпиад. Она утверждает, сегодняшняя планка, поставленная школьникам, довольно высока. Требования очень сильно возросли. И я так считаю, что на сегодняшний день, если ученик получает диплом первой степени на областной олимпиаде, ну это может быть эквивалентно второму-третьему курсу языкового вуза. Совсем недавно ученицы гимназии порадовали преподавателя новыми достижениями в олимпиадном движении. Пять дипломов на областном этапе. Два из них первой степени. Одиннадцатиклассница Ксения Зимонькова была отмечена дипломом высшей степени. А в прошлом году девушка стала одной из лучших в республике. Несомненно, было потрачено немало, я скажу, времени на подготовку. Однако это все дало свой результат. Да, как упоминалось, я имею второй диплом республиканской олимпиады по иностранным языкам. Прежде всего, нужно немало посидеть, быть усидчивым, иметь какое-то терпение, выдержку. Ну и тогда, конечно же, все получится. Кроме испанского языка, в этом году на республиканской олимпиаде гимназисты получили дипломы по информатике, физкультуре, а также русскому языку и литературе. Ключевую роль в этих победах сыграл слаженный тандем преподавателя и ученика. Уверена Любовь Климович, учитель пятой гимназии. Пусть даже будет учитель или преподаватель очень действительно высокого класса, но если ребенок, скажем, не вникает, если ребенок действительно так, как учитель, не отдается с душой, то вы понимаете, что результата быть не может хорошего, который бы удовлетворял учителя. А если вот он действительно стремится, желает, хочет и делает все возможное и даже невозможное, то тогда, соответственно, результат будет. Учение свет, а не учение тьма, говорил когда-то Суворов. К словам великого полководца остается добавить лишь одно – учиться никогда не поздно. А покорять новые научные вершины всегда интересно, особенно если в этом деле ты становишься лучшим. Мирослава Коваленко, Павел Малошонок, телекомпания БУК-ТВ.